МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. За и против споры в денежном вопросе Госсовет Чуваши рассмотрел бюджет Республики на 2019-2021 годы. От мизан-сцен с клиентами до теста на профпригодность. Лучшего оператора связи определили на межрегиональном конкурсе. Прима Чувашского драмтеатра. Сегодня 95-летие отмечает народная артистка СССР Вера Кузьмина. Параметры Республиканской казны на ближайшие годы рассмотрели сегодня в первом чтении депутата Государственного совета Чуваши. За спорами в денежном вопросе наблюдала Ольга Пырочкина. За практически полтора часа работы на очередной 25-й сессии Государственного совета депутаты успели рассмотреть только один вопрос. Это бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы. Решения, связанные с республиканской казной, депутаты быстро не принимают никогда. Денег всегда меньше, чем желаемых статей расходов. Если в цифрах, то бюджет в следующем году запланирован в объеме около 47,5 миллиардов рублей. На первом месте по расходам традиционно сфера образования – 13,5 миллиардов. На строительство объектов образования предлагается направить 1,180 миллионов. Из них 579 миллионов предусмотрено на завершение строительства 11 детских садиков. Один из этих детских садов строят в Заволжье. Чтобы там появился еще и газ, в бюджете заложили порядка 82 миллионов рублей. Также среди основных статей – здравоохранение, спорт, культура и туризм. То, что бюджет, как и прежде, социально ориентирован, не противоречит убеждениям ни одной партии. А вот по конкретным статьям начинаются расхождения во взглядах. И парламентская оппозиция уже по традиции голосует против принятия бюджета в представленном виде. В Вальковском районе, в городе Шумерле, в Ядринском районе Чуварской республики предусмотрено льготное питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из многодетных семей с пятью и более детьми. Но мы все прекрасно знаем, что федеральным законодательством и республиканским законодательством определено, что многодетная семья – это трое и более детей. Я считаю, что в муниципалитетах не хватает достаточно денежных средств. Вы, если попробовать проехать из Нового Чебосатска до Чебоксар в утреннее и вечернее время, это просто невозможно. И мы не знаем, что в дальнейшем будет, какая ситуация. В бюджете ничего про это не прописано, не указано. Очень много есть спорных моментов. На них на всех заострить внимание невозможно. Но, честно говоря, в одном месте – миллион, два. В другом месте – миллион, два. Особенно на проведение различных каких-то общественных, таких торжественных, может быть, мероприятий можно урезать, чтобы в другом месте, где это требуют жители, там можно добавить. Ко второму чтению наши депутаты тоже направят некоторые свои поправки, замечания. И уже на основании принятых решений на следующей сессии будет окончательное заключение от фракции, будем мы поддерживать бюджет или нет. Оппозиция голосует против, потому что ищет в бюджете недостатки. Партия большинства голосует за, потому что смотрит на преимущества. То, что мне на сегодняшний день однозначно импонирует в бюджете следующего года, это то, что мы достаточно большое количество средств, а это порядка 67% от дорожного фонда, дорожный фонд у нас выше 4 миллиардов рублей, мы предусмотрим на дороге местного значения. Это то, о чем мы долго говорили, чтобы в селах наконец-то появились дороги с так называемым переходным покрытием. Сомнения, что необходимо было за этот бюджет, у меня просто-напросто не существует. Второе чтение проекту бюджета назначено на 27 ноября. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика. В Шумерле в день сотрудника органов внутренних дел почтили память тех, кто навечно остался в строю. В районном отделе полиции открыли мемориальную доску, посвященную погибшим милиционерам. У районного отдела полиции собрались действующие сотрудники МВД, ветераны, родственники погибших и жители города. Почти в земляков минутой молчания присутствующие возложили цветы и вспомнили о подвиге погибших коллег. Эти сотрудники добросовестно, честно и с отдачей полной исполняли свои служебные обязательства. И будет находиться всегда в памяти. Имена Матвея Иванова, Федора Ластухина и Алексея Афанасьева увековечили на здании районного отдела полиции. Памятную доску решили разместить именно здесь, потому что все трое в разные годы служили в милиции и трагически погибли от рук бандитов. Лейтенант милиции Матвей Иванов простился с жизнью, задерживая грабителей. Сотрудника уголовного розыска Федора Ластухина не стало в марте 47-го, когда неизвестные расправились с милиционером на железнодорожной станции в Шумерле. Трагически погиб и контролер Алексей Афанасьев, когда приехал в один из жилых домов по улице Тракторная, чтобы уладить бытовой конфликт между жителями. Они были героями, да, по сути дела, когда я сам работал здесь уже, на их подвигах воспитывал подрастающих работников, внутренний дел. В межмуниципальном отделе МВД России Шумерлинские заслуги павших героев помнят и чтят. Продолжая славные традиции, сотрудники полиции за дня в день выполняют свою миссию. Обеспечивают правопорядок, раскрывают, а по возможности предотвращают преступления. В Чебоксарах выбрали лучших по профессии среди сотрудников почтовых отделений в макрорегионе «Волга-1». Второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России стал успешным для нашей республики. Лучший начальник отделения связи наша землячка Ирина Иванова. Прямо сейчас, за этой дверью, сотрудники связи Приволжского федерального округа проверяют свои профессиональные навыки. Давайте посмотрим. Между участницами, лучшими операторами и лучшими начальниками отделений связи лёд таял буквально на глазах. Конкуренты в мастерстве сумели создать на площадке атмосферу праздника и дружелюбия. И понять, какой регион представляет та или иная участница, порой было сложно. Участницам предложили три задания. Письменный тест, практическое задание, где нужно было описать алгоритм действий в различных рабочих ситуациях и разыграть мизансцену работы с клиентом. Конкурс очень важен для наших работников, особенно для отделений почтовой связи, для основных профессий. Операторов, почтальонов, начальников, для водителей он проводится. Каждый получает шанс проявить себя, как-то вырасти в профессиональном плане, повысить компетентность свою, но и в то же время получает возможность для карьерного роста. Диана Ильеменева в 2017 году стала лучшим оператором связи в нашей стране. Теперь она ведущий специалист отдела мониторинга. Участвовать очень важно, потому что это в любом случае дает тебе карьерный рост, какие-то награды, достижения. Благодаря этому конкурсу я получила возможность даже путешествовать. Мне выиграла сертификат на путешествие. Главный приз была машина, то есть можно теперь даже кататься на машине. Плюсы от участия в конкурсе отметили и сотрудницы связи из других регионов. Здесь собрались лучшие из лучших, здесь начальники оператора, то есть те, кто действительно познал много в этой работе, и те, кто хотят дальше развиваться, продвигаться. Жизнь без почты – это уже не жизнь, то есть у меня практически вся семья работает на почте, так что переходим с поколения в поколение. Почта России динамично развивается, внедряя все новые и новые услуги. Мы гордимся нашим филиалом, я говорю честно, не скрывая нашей любви. Не секрет о том, что второе место в первых филиалах мы занимаем по подписке на тысячу населения. Почта России на самом деле меняется, меняется очень сильно. Жалоб за последний год на действия и на работу Почта России в нашем отделении у нас не было. Полезность и нужность своей работы доказали все участницы конкурса. Наши землячки выступили достойно и оправдали ожидания. Оператор Елена Репина заняла второе место, а Ирина Иванова стала лучшим начальником отделения связи в макровегионе «Волга-1». Задания были несложные, но были такие нюансы в вопросах, немножко каверзные. Для меня конкурс значит повышение своего мастерства именно в должности начальника. Также я узнала много новой информации, поэтому считаю, что для дальнейшей работы она мне пригодится. Теперь Ирина Иванова готовится к финалу конкурса, который пройдет в Москве в декабре 2018 года. Сегодня самой известной чувашской актрисе Вере Кузьминой исполнилось 95 лет. В эти минуты в Чувашском драматическом театре проходит юбилейный вечер, где вспоминают самые яркие образы, созданные ею за 70 лет. Уроженка чувашской деревни Вера Кузьмина одна из первых актрис, получивших высшее профессиональное образование в Государственном институте театрального искусства. Окончив студию в 1947 году, она дебютировала на сцене Чувашского драмтеатра сразу в трех спектаклях и с тех пор хранит верность этим подмосткам, расставаясь с ними разве что на время гастролей. За 70 лет она создала более 100 запоминающихся образов в спектаклях по пьесам чувашских, советских и зарубежных авторов. Из огромного числа ролей можно выделить матерей из спектаклей «Черный хлеб» Эльбекова, «Кровавая свадьба», «Гарсия Лорки», «Нарспи» Константина Иванова. И уж, конечно, именно она воплотила образ чувашской матери. Песня «Черный хлеб» Многие годы Вера Кузьминишна была женой и музой выдающегося чувашского поэта Петра Хузангая. Творческая натура, она знала, как важно для него вдохновение и что для этого необходимо. В литературном музее до сих пор хранятся занавеси, которые Вера Кузьмина собственноручно вышила для рабочего кабинета Хузангая. Я канву пришила, и все для балкона, шторы вышила. Это широкий, широкий такой, точно такой же цвет, серый, бордовый, все. И все это пришлось мне вышивать. И кабинет Хузангая очень красиво выглядело. В начале Великой Отечественной войны 18-летняя Вера Кузьмина отправилась в Смоленскую область на лесозаготовки, а в мирное время руководила союзом театральных деятелей в Чебоксарах, участвовала во всех культурных событиях, много ездила с гастролями. Она кавалер множества наград, в том числе и лауреат самой престижной премии «Золотая маска». Но самое главное, она наша неизыблемая вера в то, что театральное искусство вечно. Подснежник чувашской поэзии. 118 лет назад родился выдающийся чувашский поэт Михаил Сеспель. В одноименном сквере в Чебоксарах собрались писатели, поэты и читатели, чтобы почтить память известного земляка. Он чувствовал себя предвестником весны человечества. Поэтому и выбрал псевдоним Сеспель, что в переводе означает «подснежник». Михаил Сеспель – пионер новой чувашской поэзии. Прожил короткую, но яркую жизнь цветка. За 22 года он написал произведения, которые вошли в Золотой фонд чувашской литературы. Стихотворение «Пашня нового дня» переведено на 55 языков мира. Он зачинатель чувашской революционной поэзии. И до сих пор он славится во всем мире. Всегда вдохновляющий его творчеством. Михаил Сеспель – пример для молодых поэтов. Так называемый «сеспелевский слог» редко кому удается воспроизвести. Но от этого его произведение еще интереснее. С самого раннего детства я пишу стихи. Пишу стихи о войне, о чувашском народе, о чувашском языке, о традициях. Меня очень мотивирует стихотворение Сеспеля. Потому что они направлены на то, чтобы каждый чуваш любил свою страну, развивал и речь, и культуру своей страны, своей родины, своего родного языка. Фигуры Михаила Сеспеля вдохновляет и режиссеров-постановщиков. В Чувашии недавно завершились съемки фильма о жизни поэта. Актеры – местные, режиссер – московский. А в главной роли снялся наш коллега – радиожурналист Вудислав Московцев. Что получилось, зритель увидит уже в конце этого года. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Бахтиар Вилеев, Республика. В Чубаксарах открылась территория детства. Новая детская площадка. Во дворе реабилитационного центра не только место отдыха, но и поле для занятий. Для юных воспитанников центра оборудованы беседки, установлены качели, песочница, качалки, игровые сооружения, скамейки для родителей. Все безопасно и подобрано с учетом особенностей и потребностей ребят. Покрытие пола на территории детства – специальная резиновая плитка. Игровой комплекс установлен в рамках федерального проекта на средства акционерного общества «Т-Плюс». Кроме того, часть работ профинансирована из фонда благотворительного марафона именем детства «Во имя детства». Появление такой современной площадки смогут оценить и дети, и родители, и педагоги. За весь год в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями проходят лечение более полутора тысяч ребят со всей республики. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры завершает масштабную работу. Напомним, что общественная организация выиграла в этом году грант президентского фонда на создание веб-сайта. Исполнители назвали проект путешествием по родному краю. Оно было увлекательным и заняло несколько месяцев. Сначала команда волонтеров провела социологическое исследование среди студентов. Какие памятники они считают самыми значимыми. Опросы ограничили территории и столицы. Волонтеры записались почти два десятка человек. Не один день проведя в архивах, они узнали много интересного о прошлом столице. Обучившись фото- и видеосъемке у профессионалов, волонтеры вышли на улицы Чебоксар, чтобы запечатлеть для истории культурное наследие. Дома, площади, памятники, архитектурные ансамбли – все, что делает облик нашего города неповторимым, собрали в этом проекте. Фото и видео легли в основу нового сайта. Заходите и знакомьтесь с почти 550-летней историей столицы Чувашии. 17 ноября во всех муниципальных и республиканских спортивных учреждениях Чувашии пройдет традиционный день здоровья и спорта. В этот день любой желающий может абсолютно бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные и фитнес-залы, катки. Так в столице можно покататься на коньках в Ледовом дворце Чебоксара-арена, а в Новочебоксарске – в Соколе. Поплавать в Центре развития маунтинбайка в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9, а Новочебоксарская третья спортшкола приглашает на различные виды занятий. Познакомиться подробнее с услугами программы проведения Дня здоровья и спорта можно на сайтах физкультурно-оздоровительных комплексов. И лучше предварительно записаться. Для любителей спорта День здоровья субботой не ограничивается. В воскресенье, 18 ноября, Чувашия присоединится к Всероссийскому дню самбо. Соревнования принимает школа Олимпийского резерва по самбо и дзюдо. На ковре сразятся сильнейшие юноши и девушки 13 и 14 лет в 10 весовых категориях. Заявлено более 120 самбистов со всей республики. Церемония открытия в 11 часов. Вход для болельщиков свободный. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. До Нового года осталось совсем немного. А значит, пора начинать планировать свои расходы на конец декабря и последующие каникулы. Россияне не экономят на праздниках. Только за первую неделю текущего года мы с вами потратили более 900 миллиардов рублей. В основном на подарки и развлечения. Можно ли встретить праздник красиво, но без ущерба для семейного бюджета? Ответ на это постараемся получить сегодня. Конец декабря, начало января, время повышенных расходов. Поэтому где-то в начале ноября мы в Банке Восточной фиксируем рост спроса на кредиты. Большинство наших клиентов считает, что это практично. Вместо того, чтобы долго копить, нужную сумму можно получить уже в день обращения. А условия по кредиту позволяют возвращать его удобными платежами в течение нескольких месяцев. Планы на праздники у всех свои. Кто-то будет довольствоваться застольем в кругу семьи. Другие захотят обновить бытовую технику и мебель в квартире. Третьи же и вовсе пожелают провести каникулы где-нибудь на жарких пляжах. Банки делают все для того, чтобы их предложения удовлетворяли все запросы. Оформить праздничный кредит «Большой сезон» наши клиенты могут уже сегодня. Получить сумму до миллиона рублей наличными с фиксированной ставкой 11,5% можно в любом офисе Банка Восточной. Для этого потребуется всего два документа – паспорт и справка 2 НДФЛ. Благодаря своим условиям «Большой сезон» подходит для исполнения новогодних желаний всех членов семьи. Подготовка к празднику – это не только развешивание гирлянды, установка елки. В первую очередь – это грамотное планирование своего бюджета. И сейчас самое время решить этот вопрос вместе с Банком Восточной. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова